Авиационный паралич продолжается Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня об арктическом супершторме речь уже не шла, температуры на большей части США повышались, но транспортный хаос сохранялся. Создан сегодня он был уже почти исключительно авиакомпанией Southwest. На нее приходилось 87% всех отмен рейсов и их задержек, 87% из 2700 отмененных рейсов. Другие авиакомпании со вчерашнего дня свою работу вводили в нормальное русло, а Southwest, сэкономившая на резервах рабочей силы, буквально была парализована. Люди в аэропортах на протяжении часов вообще не могли добиться никакой информации о их рейсах Southwest. При этом действительно ничего не знали от своих боссов и сотрудники авиакомпании. Не работал интернетовский сайт Southwest, по телефонам дозвониться было невозможно. Ну и, конечно, багаж терялся в массовых масштабах. Наибольшие проблемы сегодня были в Денвере, в Чикаго, в Балтиморе, в Лас-Вегасе. Проблемы Southwest начались в связи с хаосом, принесенным рождественским штормом. Но выйти из путаницы отмены рейсов и их задержек компания так и не смогла. Southwest при этом предупредила, что проблемы будут сохраняться еще на протяжении нескольких дней. И отменила тысячи рейсов и на завтрашнюю среду. Федеральное правительство заявило, что начнет разбирательство относительно способности компании обеспечивать потребности сотен тысяч пассажиров. В Баффало, в штате Нью-Йорк, сегодня снег продолжал иногда идти, но уже легкий, никому не мешавший. В городе и в регионе в целом, тем не менее, сохранялась чрезвычайная ситуация. В выходные на северо-востоке штата Нью-Йорк снежные бури с сильным ветром и арктическим холодом продолжались без перерыва на протяжении 35 часов. По последним данным, погибло там 30 человек, и число это, как считают, будет расти. 14 человек погибли на открытом воздухе, трое замерзли в автомобиле, четверо замерзли в собственных домах. Было также несколько инфарктов и инсультов у людей в возрасте, которые пытались выкапывать свои дома из-под снега. Критическая ситуация была на всем северо-западе штата Нью-Йорк. Десятки автомобилей были засыпаны снегом на шоссе. Под угрозой замерзания оказались те, чьи дома перестали в условиях арктического холода получать электричество. А больше всех при этом пострадал, наверное, город Баффало с населением в четверть миллиона. Снегопад принес в город 50 инчей снега, завалив и блокировав улицы. Брошенные на дорогах автомобили продолжали растаскивать, и сегодня к вечеру еще не все улицы были расчищены. Больше 400 звонков с просьбами о срочной помощи остались в эти дни неотвеченными. Полиция, машины, скорой помощи, спасатели были часто не в состоянии добраться до засыпанных снегом районов. А при этом, ко всему прочему, в городе имели место грабежи. Байден подписал указ о чрезвычайном положении в этом регионе. Предыдущий снежный шторм почти такого же масштаба был на севере штата Нью-Йорк в 1977 году. Тогда погибло 23 человека, но тогда снегопад, сильнейший ветер, метель, холод продолжались сутки. А сейчас же 36 часов. Погибшие в результате нынешнего шторма были также в Колораде, в Канзасе, в Кентукки, в Миссури. Очень много смертельных случаев было в результате вызванных непогодой автомобильных аварий. Сегодня российские войска перебрасывались к городу Кременная на Донбассе. Город был оккупирован российскими войсками с весны. Украинцы в этом районе неделю тому назад успешно атаковали, но затем их продвижение было остановлено с прибытием в этот район новых масштабных российских подразделений. Бои идут очень интенсивные, с многочисленными жертвами. Зеленский в сегодняшнем обращении заявил, что ситуация на Донбассе является очень сложной. Бои за Кременуи имеют стратегическое значение. В случае потери этого города российские войска потеряют и один из важнейших путей снабжения их войск на Донбассе. Дороги в этом регионе уже подвергаются постоянному огню украинской артиллерии. Согласно заявлению украинского командования, сложная ситуация сейчас сложилась вокруг Бахмута. Там имеется одна из самых больших концентраций российских войск. Согласно украинцам, противнику дан приказ оккупировать Бахмут любой ценой до окончания нынешнего года. Но продвижение российских войск остановлено. В настоящее время 9 миллионов человек отрезаны на Украине в разных регионах от электричества в результате разрушения российскими военными энергетической инфраструктуры. Служба безопасности Украина заявила, что с начала войны было нейтрализовано больше 4,5 кибератак со стороны российских хакеров. Большое содействие украинцам в отражении киберударов играют американские специалисты. До начала интервенции они работали непосредственно на территории Украины, но затем были эвакуированы, хотя и сейчас успешно взаимодействуют с украинцами. Сегодня публикуется анализ западных экспертов, согласно которому Украина стала в большей степени исходить из того, что запасы российских ракет критически сократились, что также общие неядерные военные возможности Москвы находятся на максимуме. Еще больше наращивать интенсивность военных действий Россия не в состоянии, во всяком случае в настоящее время. Украинцы стали явно менее сдержанными в атаках против целей на территории самой России. Вчера российское командование объявило, что в Саратовской области в районе военной базы «Энгельс» был сбит украинский дрон, который при падении убил трех человек. Происходило это, судя по всему, непосредственно уже в воздушном пространстве военной базы. На этой базе располагаются российские стратегические бомбардировщики, уже подвергавшиеся некоторое время тому назад ударам со стороны предположительных украинских дронов. База находится на расстоянии в 500 миль от украинской границы. После первого удара стратегические бомбардировщики, с которых запускаются крылатые ракеты против Украины, были частично рассредоточены по другим базам. Американцы и другие западные союзники Киева неоднократно заявляли, что они поставляют Украине ракеты и дроны большой дальности, способные наносить удары в глубине российской территории. Но они и не препятствуют созданию и использованию таких дронов и ракет самими украинцами. Арсенал дронов, способных действовать на большом расстоянии, у Украины сейчас явно имеется другое дело, непонятно в каких объемах. Скорее всего, таких дронов немного, и они являются переделанными реактивными дронами советских времен. В следующей части о Байдене на Виргинских островах. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова